Часто бывает так, что мы воспринимаем какое-то явление таким образом, что доводим его образ до какого-то абсолюта, взять того же Гитлера. Он является воплощением исключительного абсолютного зла, но со временем, когда стали доступными подробности его правления, картина стала иной. Будь Гитлер таким, каким мы его воспринимаем, у него не должно было присутствовать ни страхов, ни сомнений, но там все это присутствовало. И еще вопрос. Кто этим был нагружен больше? Гитлер или кто-то из его современников? То же самое можно сказать и о Сталине. Это существо жило в постоянном страхе, который часто перерастал в страх животной. Другое дело, что он мог фиксировать эти моменты и беспощадно уничтожать свидетелей, которые могли бы об этом рассказать. Но они остались. Хоть и приоткрыли всего маленькую щелку в сталинский шкаф со скелетами. Но даже без этого, а просто исследуя его ежедневный ход жизни, можно прийти к тому же выводу. Усатый трубкокур был переполнен страхами, как сельский сортир фекалиями, когда туда бросают дрожжи. Кстати, Путин ведет примерно такой же образ жизни, а может еще более однозначный. Этот тип устроил вокруг себя кордон стерильности, куда допускаются единицы особо проверенных многочисленными провокациями людей. А все эти одинокие хождения по вымершему городу или массовка, кочующая за ним, переодевающиеся то рыбаками, то врачами, то пациентами, то селянами, то еще кем-то, говорит о многом. Дед живет не просто страхами, а в мире собственного ужаса, хоть и не показывает это на публику, поскольку он сам согласился на роль альфа-самца. А запах страха, исходящий от него, сигнал для стаи рвать и ставить нового. Он это знает и пытается играть эту роль изо всех сил, исключая саму возможность проявления страха. Но вот что во всем этом интересно. Наличие огромной порции страха в жизни таких пациентов бесспорно. Но если просто попытаться поставить себя на место такого лидера и обозреть его положение его же глазами, то картина окажется диаметрально противоположной тому, что мы думаем о нем самом и о том, чем и кем он правит. Он точно знает, насколько парадная картинка соответствует реальному положению вещей. А это знание дает ему представление о том, насколько легко можно сложить этот карточный домик, просто приложив небольшое усилие к определенной точке его конструкции власти. Важно то, что как-то усилить саму конструкцию не получится в принципе. Дело в том, что излишняя жесткость конструкции делает ее хрупкой, а излишняя мягкость лишает ее несущих свойств. Наиболее успешной же будет нечто среднее, гибкое, чтобы гасить удары, но и обладающее достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку. Но для этого все элементы конструкции должны соответствовать такому требованию и он в том числе. А это значит, что он не должен вечно сидеть в своем кресле, а уйти и дать новым силам обеспечивать гибкость и жесткость одновременно. А те должны поступать таким же способом. И самое главное, все должны понимать, что так было вчера, так есть сегодня и так будет завтра. Но он этого не может допустить, поскольку хочет продержаться вверху вплоть до своей смерти. И чем дальше, тем труднее держаться просто потому, что возраст дает свое, а каждый год уносит силы, остроту ума, скорость реакции и прочее, что необходимо в таком случае. И ведь перепоручить это кому-то нельзя, поскольку, имея все инструменты в своих руках, такой человек сам займет первое кресло. Товарищ Берия в курсе. В таком случае остается одно – создавать вид устойчивости и гибкости. Это напоминает растяжки с изображением кирпичной кладки перед фасадом старого дома, который медленно ремонтируют или только думают ремонтировать. Вид создать можно, только кроме показухи тут не будет иной пользы. Эпизод 1. Цвет мандарин Наверное, любой, кто интересуется международной обстановкой, во множестве читал материалы о том, что Китай догоняет и перегоняет США по многим показателям, и что очевидная смена мирового лидера – вопрос времени. Это касается не только и не столько экономики, как вопросов обороны или даже не обороны, поскольку Китаю просто не от кого защищаться, а скорее о военном потенциале. Если бы кто-то взялся исследовать мировую, в первую очередь, американскую сеть на предмет поиска статей, даже не о каком-то общем уровне военного потенциала, но лишь о его способности или неспособности потопить американские авианосцы и какие последствия это будет иметь, то окажется, что это одна из самых обсуждаемых тем, касающихся китайско-американских отношений. При этом окажется, что Китай рассматривается как некий незыблемый монолит, который исполнит любой приказ своего императора Си. Об этом уже можно говорить вполне определенно, поскольку он продавил поправки в законодательство, которые ликвидировали Институт сменяемости верховной власти. Освещая именно этот аспект, наблюдатели отмечают, что Си перевел страну в режим личной, хоть и мягкой, но все же диктатуры. Дальше следует цепь рассуждений, что режим диктатуры является наиболее эффективной формой правления в случае какой-то катастрофы или войны. Собственно говоря, здесь нет ничего нового, поскольку основания для введения диктатуры были обозначены более 2000 лет назад в Древнем Риме, и там же на рубеже II и I веков до РХ был зафиксирован первый случай тотального злоупотребления своими полномочиями, исполненный Луцием Корнелием Сулой. Из этого делается вывод о том, что Китай начал подготовку к большой войне, и потому Си упрочивает вертикаль собственной власти. Не правда ли это уже что-то напоминает? А диктатура всегда опирается на силу или угрозу ее применения. Проще говоря, она опирается на штыки, что равносильно свертыванию даже тех демократических институтов, которые нужны были Китаю для развития отношений с Западом. И действительно, все это уже запущено и действует. Тем не менее, мы дорисовываем этой ситуации детали из собственного опыта. И, как всегда, получается, пусть не абсолютное зло, но какой-то паровой молот, который сокрушает все на своем пути, и главное – не стоять на нем. Но, как это обычно бывает, ситуация намного сложнее и проявляется внезапно в самых неожиданных местах. Только в эти моменты можно заглянуть в шкаф со скелетами и обнаружить истинное положение вещей. Итак, Си стал самодержцем Китая, которого коллеги признали альфа-самцом и делегировали ему право на царствование, дабы не потрясать страну выборами первого лица, и чтобы можно было осуществлять долгосрочные программы без оглядки на то, что новая власть их пересмотрит и свернет. Но ведь именно эта возможность смены власти является страховкой для страны в случае ошибочности отдельных направлений деятельности страны или всего курса. В режиме жесткой вертикали начинают работать другие принципы. Диктатор должен казаться сильным, а значит, непогрешимым. Ведь он сам себе задал такую планку и теперь должен ей соответствовать. Если кто-то громко крикнет «Акела промахнулся», то это будет означать не констатация ошибки, которую может допустить любой простой смертный, но проявлением слабости полубога, что может кончиться для него плачевно. Ведь он же сам демонтировал механизм ротации. А чем больше он будет допускать ошибок, тем больше сомнений будет у его стаи в том, что он может тянуть роль вожака. И если вывод окажется отрицательным, то смена власти произойдет единственным способом, который оставляет диктатура – путем ликвидации диктатора. Осознание этого положения как раз и является главным источником страха для диктатора. Неважно, где он сидит на своем троне – в Пекине, Москве, Бухаресте или Риме. Как только он допустит крупную ошибку или совокупность ошибок поменьше, он практически за день-два упадет со своей вершины и окажется у стенки за зданием суда либо повешенным за ноги на обозрение публики, которое выстроится, чтобы плюнуть во вчерашнего фараона. Эпизод 2. Ошибка Пу. Китай в большей мере, чем нынешняя Россия, создает этот самый образ несокрушимой огромной глыбы, с которой ничего невозможно сделать, кроме как принять в виде объективной реальности. И действительно, сравнивать нынешние КНР и Россию нет никакого смысла. Путин уже допустил такую совокупность ошибок, что даже в ближайшем окружении создалось устойчивое ощущение, что Акела не только промахнулся, но уже и задохнулся от бездонной тупятины. В общем, будь российское общество хоть немного более динамичным, Путин закончился бы сразу после того, как прикинулся Аистом, который учит натуральных птиц клацать клювом и сидеть на яйцах. Это был бы приговор, и на завтра Халиф Аист был бы смыт в унитаз, но этого пока не случилось. Всего лишь по одной причине. Дело в том, что Путин пошел по классическому пути диктатора, давая неограниченные права своей личной охране и поощряя ее сотрудников, давая им титулы баронов, князей и прочих графинов. Правда, теперь это называется губернатор, сенатор и так далее. Но все же ничего нового. Тем не менее, практика показывает, что в большей части насильственных смертей диктаторов ликвидацию исполняла либо сама охрана, либо она пропускала убийц к телу под более вкусные гарантии для себя любимых. Мы имеем некоторое описание того, как оно там дышится вблизи московского трона, и знающие люди аккуратно поясняют, что Путин остается на плаву давно не благодаря собственным усилиям и комбинациям, которые строят вокруг него кокон безопасности. Он еще чешет языком и одновременно чешет свою лысую голову по другой причине. Наиболее мощные группировки давно считают его пустым местом, и единственная его польза – сохранение хрупкого баланса, который может быть нарушен в любой момент и самым неожиданным образом. Просто всем понятно, что убрав Путина, уже туда не посадишь человека со стороны, а если сядет кто-то из существующих группировок, то его люди мгновенно усилятся и пойдет резня и передел. В общем, ценность Путина для системы сравнима с кляпом или затычкой. Вроде бы дрянь-дрянью, но выкинуть ее опасно. Похоже на то, что он тоже это понимает, поскольку давно показал слабость, не сумев отстоять собственные деньги и не порешав за братву, которая вынуждена делать это самостоятельно и болезненно. Так что воспринимать Российскую Федерацию как некий монолит, а Путина как экзистенциальное зло, нет никакого смысла. Там структура настолько хрупкая, что завтра можно проснуться, а России уже и нет. Причем для этого не понадобится каких-то особых внешних, а тем более военных усилий. Внутренняя конструкция уже утратила свои несущие свойства, потому что Путин до предела повышал ее твердость, и она просто стала трескаться от избытка этой твердости. Но в случае, когда Путин отправится в страну вечных аистов, надо себе четко понимать, что все существующие группировки представляют свое воплощение верховной власти примерно в таком же виде, только с собой во главе. Все эти Ходорковские, Навальные записаны в противники режима, и те, кто сейчас считается ближним кругом, а на самом деле главы кланов, не собираются что-то менять и хотели бы все сохранить как есть, но это уже вряд ли. Как кто-то правильно сказал, есть Путин, есть Россия. Ну а нет, так нет. В отличие от России, Китай имеет более живой вид, и врождение там еще не так очевидно, как в московском случае. Тем не менее, для Си в эти дни прозвенел очень тревожный звонок. Его последствия могут аукнуться достаточно быстро или позже, когда произойдет еще что-то из такого разряда. Мы не зря приводили пример путинского аистоведения, как иллюстрацию опасной тупости, которую демонстрирует диктатор. Но в случае с Путиным все было очевидно. Он сам нарядился в чучело и напихал на себя перья, имитируя хвост аиста. В Китае ситуация сложилась по той же схеме, но суть ее не столь очевидна, и надо знать некоторые вещи, без которых картина будет размытой и бессмысленной. Итак, Си довольно долго и сложно подбирался к первому креслу страны. И перед тем, как в него сесть, он состоял в политбюро, где возглавлял постоянный комитет партии по вопросам Гонконга. Собственно говоря, Си был тем человеком, который формировал политику Китая относительно территории, возвращенной Великобританией. Таким образом, Гонконг является вотчиной Си, а для высшего партийного руководства Китая положение в Гонконге является индикатором способностей Си, управлять страной в мирный период и делать предположения о том, как он будет себя вести во время кризиса, как и какие решения он будет принимать. В общем, принятие нормы права об экстрадиции жителей Гонконга в Китай не стоило выеденного яйца. В самом деле, у Китая были проблемы с тем, чтобы вытащить кого-то из Гонконга, тем более это же не уйгурский город, и там нет особых проблем с различными сепаратистскими движениями. Да там вообще никаких особых проблем не было. Там просто можно было ничего не трогать, и город приносил бы огромные прибыли, тянул на себя инвестиции, банковский сектор и так далее. То есть объективных предпосылок для того, чтобы поднимать вопрос об экстрадиции, не было в принципе. Но никто же не отменял демонстрации принципа, кто в доме хозяин. И вот началась эта эпопея. Формально вопрос был поставлен местными властями, но все, кто знал предысторию, понимали, что это идет подача в сторону Си. Мол, вот император усиливает суверенитет КНР, и на территории Гонконга, который еще 20 лет по условиям договоренности о передаче, должен иметь особый статус. Эта небольшая операция должна была укрепить его авторитет среди высшего партийного руководства, которое чем дальше, тем больше, сомневается в решении сделать Си пожизненным правителям Китая. Вернее, они не против Института пожизненного правления, но у них накапливается все больше вопросов лично к Си и о его соответствии такому посту. То есть изначально планировалось устроить показуху для коллег по партии и показать умение изящно и тихо решать важные вопросы. Что было дальше, знает весь мир. С апреля идут натуральные уличные бои. Протесты обрели такой мощный характер, что в город пришлось вводить войска. Возникла ситуация, когда об изяществе пришлось забыть и натурально показывать то, как он умеет решать кризис, между прочим, созданный им самим. И вот на выходных в Гонконге прошли выборы в местный парламент. Прокитайские силы, которые представляет директор Лэм и возглавляет Юниус Хо, потерпели сокрушительное поражение. По предварительным данным, демократические силы, стоящие за восстанием, набрали 86% голосов. И местная пресса уже назвала результаты выборов изгнанием китайских ставленников. А это контрольный выстрел. Си проиграл на своей подаче. Причем проблемы не было вовсе, пока он не проявил инициативу. А когда ситуация стала развиваться в совсем другом ключе, он не смог справиться и с ней. Уже сейчас понятно, что без следа эта эпопея для Си не закончится. Акела промахнулся два раза подряд. И теперь партийные коллеги смотрят на него уже совсем не так, как полгода назад, когда эпопея еще не началась. Эпилог. Всегда есть шанс поломать хребет самому большому и страшному дракону. Просто надо это делать, невзирая на его габариты и злобный вид. Вполне возможно, что он вас боится намного больше, чем вы его. А выяснить это можно только в борьбе.